Здравствуйте! Вот стандартная модель элементарных частиц, она вообще, говорит, с 70-х годов существует. И вроде как и альтернатив-то больших не было. А вот стандартная космологическая модель, это модель не микромира, как модель элементарных частиц, а макромира, вот она существует только вот, ну, собственно, в этом тысячелетии только она вот, ну, утвердилась, да, утвердилась, стала общепринятой. И вот на эту тему к нам пришли поговорить два, так сказать, космолога. Космолог – это вот тот, кто занимается такими проблемами Вселенной. Владимир Николаевич Лукаш, профессор, доктор физико-математической наук из Астрокосмического центра ФИАН, Физического института Академии наук, и Сергей Владимирович Пилипенко, старший научный сотрудник того же самого Астрокосмического центра, кандидат в физмат-наук. Вот, то есть, у него еще впереди докторство и все такое прочее. Так вот, значит, хотелось бы мне узнать-то, во-первых, вот в простоте душевной у меня такой вопрос, вот то, что сейчас называют космологией, наверное, неразрывно связано с тем, что называют гравитацией, правильно я понимаю, да? Абсолютно. Вот, и вот по моим таким физическим представлениям, не космологическим, я вроде как физик, что-то такое там проходил, то, что вот то, чем вы занимаетесь, это появилось в 1917 году и называлось тогда, значит, общей теорией относительности. Я правильно говорю, да? Правильно. Вот, вот так вот. Так вот, сейчас она вот развивалась-развивалась и почти через сто лет вот развилась в что-то общепринятое, да? Ну, можно сказать, что теория особо не развивалась, потому что она была написана и правильно написана. Ее проверяли в основном. Вот. А что касается модели Вселенной, то такой ситуации весь 20-й век не было, чтобы была общепринятая модель. Не было. Были споры, были споры, да, какая модель правильная и, ну, параллельно, мощно развивалась индустриальная база, в основном наблюдательная, как говорят сейчас, наблюдательная космология. Вообще, вся эта наука, астрономия, по большому счету, вот, и потом появилось, параллельно появилось слово астрофизика, классическая астрономия, она началась от звезд. Астрофизика, дословно, означает физика звезд, но потому что, когда мы смотрим в небо, мы видим свет звезд. Потом люди разобрались, что звезды собраны в куче, вот, эту кучу, в кучу, лучше сказать, эту кучу назвали Млечный Путь, Галактика. А потом, на удивление, поняли, что таких галактик очень много. Там больше десятки миллиардов во всей Вселенной. Галактики самые разные, так же, как звезды разные. Звезды, это вот, галактики, это острова, в которых не только звезды собраны, там и газ есть, и есть галактики в куче тоже собраны. В общем, это довольно сложная структура, вот, она как матрешка выглядит на первый взгляд, может так сравнить. Вот, и по сути, развитие наблюдательной астрономии, наблюдательной космологии, вот, когда мы говорим слово космология, мы имеем, абсолютно правильно было сказано, большие масштабы. Значит, конечно, модель, в которой, мир, в котором мы живем, он один. Вот, поэтому говорить, что есть такая модель, есть такая модель, мы просто имеем асимптотики одной модели, которой мы не знаем, модели этого мира, в малых масштабах и в больших масштабах. И вот я тоже вот хочу, правильно ли я понимаю, вот, как у нас есть, например, ну, наша обычная физика, вот, изучает кто-то, вот, например, ну, вот стекло, да, а другой изучает вот атом и атомное ядро. Вот тот, кто изучает атомное ядро, это вот по аналогии, тот, кто изучает галактику, а вот тот, кто изучает стекло, это то вот, что состоит из этих атомов с атомными ядрами, да. И тут как раз, так сказать, аналогии, вот, специалист по галактикам и специалист по космологии вообще, я правильно понимаю, да? Отчасти, потому что, потому что то, что вы сказали, это из атомов собраны, собраны макротела. Здесь не так, здесь все развивалось не так, и согласно стандартной модели, вот, которая выстраивалась, вынашивалась, вот, половину 20-го века, вторую, вот, она, собственно говоря, утвердилась. Такое слово стандартное означает, что она объясняет все наблюдательные явления с той точностью, с которой мы сегодня видим, экспериментально наблюдательной. Вот, то есть она сильно оторвалась, остальные соперники этой модели, они остались позади. Ну и каково же основное положение этой модели? Вот, вот это самый интересный вопрос. Значит, там есть, как я уже сказал, два крыла одной модели, которые мы не знаем, и эти крылья не пересекаются. То есть элементы, из которых состоит модель элементарных частиц, электрон, протон и так далее, вот, они входят в стандартную модель космологическую, но на уровне 4%. Остальное, если говорить о составе, из чего состоит космологическая модель, то это частицы и поля неизвестной природы сегодня нам. Они не описывают стандартную модель элементарных частиц. То есть и та, и та модель требует, естественно, расширения. Для этого нужно более точное измерение и все такое. Но это все в будущем. А сегодня стандартная модель космологическая, если очень коротко сказать, там есть, в общем, по большому счету, два аспекта. Есть геометрия, то есть структура организации, то, что мы называем слово «вселенная». Вот. И есть состав, из чего это состоит. Вот. Значит, состав, вот основной состав – это темная материя, темная энергия. Это слова, которые примелькались вот везде в литературе. И смысл такой, что, с одной стороны, ее не видно, да? Ну, понятно, темная, темная материя. Темная означает, что она со светом не взаимодействует. А, то есть даже вообще не взаимодействует? Ну, возможно, есть взаимодействие, но мы это взаимодействие пока не можем определить. То есть она невидима, прозрачна. Не просто темная, а невидимая. В том статусе, в котором она сегодня есть, она, в общем, прозрачна. Она невидима. Но в ранней вселенной она, возможно, взаимодействовала, и, скорее всего, тогда были другие плотности, другие энергии. То есть это потрясающе интересно, и тут происходит выход на вот эту вот модель, как раз стандартную, значит, систематику, модель элементарных частиц, да? Потому что там же есть что-то о новых, о других элементарных частицах, совсем других, которых мы не знаем. Которых мы не знаем, да. И люди пытаются... Сейчас идет буквально охота за частицами темной материи. А как же их можно охотиться, если мы не знаем, как они взаимодействуют? А все-таки они взаимодействуют, потому что такого, ну, в общем, трудно уложить в нормальное физическое представление, что есть совсем так. Хотя есть и предельные гипотезы, но такие гипотезы, которые сейчас проверяются, что все-таки взаимодействуют. Но это взаимодействие очень редкое. Ну, только гравитационное взаимодействие есть. Однозначно. Ее определили по гравитационному взаимодействию. И вот это то, что мы называем галактики, это как бы... Вот вы сравнили это с атомами, да? А их не было вначале. Вот, допустим, стол, он состоит из атомов изначально, да? А вначале был ламинарный такой детерминированный гладкий поток материи, четырехмерии, который мы называем Вселенной. Его называют иногда Хаббловский поток. Четырехмерия, это значит три пространственных измерения, одно временное, да? Одно временное, да. Мы живем в четырехмерном мире в этом смысле. Вот, потом этот поток стал распадаться. И вот этот образовался, как говорят, структура. И вот эта структура этого потока, это уже то, что астрономы называют галактики и так далее. Вначале их не было. Они как бы выросли из малых возмущений, которые в этом потоке изначально были. Из неоднородности, да? Самое интересное, это, конечно, не вот этот глобальный поток, а именно структура его. Потому что это потрясающее море, палитра разных явлений. Совершенно некоторые из них удивительные, неизвестные. Я думаю, Сережа может пояснить. И там возникают такие моменты, как проблемы стандартной модели. На уровне галактик. Вот эта картинка, которая... Да, это замечательная картинка. Да. Здесь мы видим большое количество галактик, которые недавно было снято Хаббловским телескопом. Это результат многолетних наблюдений, которые были сложены, чтобы усилить то, что получилось. И здесь мы видим, ну вот, хорошо видны крупные яркие галактики, но они на самом деле довольно близкие. Это сколько же до них миллионов? Ой, это сотни и тысячи миллионов световых лет, это близкие уже. Сотни и тысячи миллионов, то есть до миллиарда световых лет, да? Нет, нет. Ну да, до нескольких миллиардов световых лет, это для нас... Миллиард световых лет, это значит, они на миллиард световых лет моложе, чем наша галактика, вот в абсолютном исчислении, да? До 10 миллиардов. Да. До 10 миллиардов здесь вот видны, да? Вот про 10 миллиардов это как раз самое интересное. Там все по-другому было. Спустя примерно 400 миллионов лет от Большого взрыва галактики только начинают возникать. И вот спустя 500 миллионов лет они уже активно светят. А скажите, пожалуйста, вот ту область пространства, которая удалена от нас на соответствующее расстояние, значит, сколько, 13 миллиардов световых лет, это то место, где еще галактики не сформировались. Его видно? Его телескоп Хаббл позволяет разглядеть? Нет, не позволяет. Это называют темные века, эту эпоху космологии. Там не было звезд? Там, да, не было еще ни звезд, ни галактик. Был только газ в том состоянии, в котором он не может ничего излучать. Но по реликтовому излучению мы в каком-то смысле видим. Но это малые вариации, такая достаточно скучная картина. По-английски «Дак Эйджа» звучит как «скучная картина». — Сергей Владимирович, вот Вы мне, вот тоже просветите меня. Вот у меня как у физика, обычного физика, не космолога, есть такой вот недоуменный вопрос всегда был, когда речь заходила о теории гравитации и об общей теории относительности. Вот у Вас общее такое есть место, что пространство под действием гравитации искривляется. В районе крупных массивных гравитирующих тел пространство искривлено. Что это значит? Это значит, что луч света в нем отклоняется, да? Вот так вот говорят, да? — Вообще, на самом деле, вот мне это не совсем понятно, честно говоря. Это что, такой прием просто? Что значит луч света? Луч света — это что-то материальное, да? И вот мы знаем, что если вот такой эксперимент регулярно человечество имеет возможность поставить, ну не поставить, а наблюдать, да? Значит, когда Луна закрывает Солнце, бывает так, что вот Солнце еще закрыло от нас какую-то звезду, эту звезду видно, потому что луч света вот так обогнул, вот, и к нам попал, да? Ну как вот, ну как камень бросаем, он летит по параболе. И так этот луч света вот искривился вот около Солнца, да, в его гравитационном поле, правильно? — Ну да. — Так может быть, это луч света искривился все-таки? А нам говорят, нет, это пространство кривое, а луч света прямой, да? Вот как быть-то? Первый был, помню, профессор Лобачевский, он, значит, занимался геометрией искривленной поверхности, ну вот на шаре, например, сферическая тригонометрия там работает, да, и там треугольник, сумма углов не равна 180 градусов. Вот, Гаусс ставил такой опыт, не искривляет ли Земля пространство? Три вершины в Альпах, и он между ними, треугольник, что три вершины, измерял углы, и оказались 180 градусов, вот, между Альпами. Большие там расстояния были, десятки километров, да? Вот, а тут, говорит, вот это что, прием такой? На самом деле пространство нормальное пространство, а просто луч света искривляется. Нет, на самом деле, действительно, если взять массивное тело наподобие черной дыры, то вблизи него будет искривляться треугольник. То есть пространство будет искривляться? Да, треугольник будет искривляться, да. Не свет, а пространство, вот все-таки вы в этом упорствуете, да? Ну, хорошо. Ну, по большому счету, это спор интерпретационный. А, ну, вот я теперь успокоился, вот вам так нравится. Есть, нет, что значит нравится? В принципе, теория относительности, вот, модель можно сформулировать, если очень постараться, и это люди научились делать, как некое пространство более простое, да, какое-то, допустим, вот, как лист, в который вложены вот такие какие-то структуры, которые... Ну, это очень, это все равно, что ходить не на ногах, а на руках, а более естественно и правильно, это то, что искривляется пространство. Вот так вот, это более естественно. Понимаете, интерпретация может быть разная, а решение одно, и вопрос интерпретации, это человек не все может представить. Вот человек танцует от печки, вот, и представить, как это искривляется пространство, ну, я могу это только дать образ двумерного листа, вот это плоские листы, да? Вот, это плоский лист. Вот если его искривить, какую-то тяжелую поставить шар, да, он будет ярко, будет деформироваться. Да, но это двумерный лист. Вот кривизна этого двумерного листа равна нулю, но вот в том месте, где будет он прогибаться, там, если вы... Кривизна, это просто изгибы, да, как какая-то поверхность, как эта поверхность деформируется, вы увидите ненулевую кривизну. То нарисованные на нем линии, они, значит, в этом месте будут ближе. Они будут, да, они будут... Если вот это будет не просто вот лист, а лист вот клетчатой бумаги, клетчатой бумаги. Да, пространство Лобачевского расходится, здесь в этом, в этом образе они будут сходиться. Вот, но образ трехмерного пространства, я думаю, человеку трудно представить. Ну, это вот двумерный аналог того, что такое пространство. На самом деле, четырехмерного пространства. Так мне говорили. Ну, можно так сказать. Так вот говорили. Да. Ну, вернемся... На самом деле, пространство четырехмерное. Пространство-время его назвало. Пространство-время, да. Вернемся к вам. Ну, вот мы говорили о галактиках. На самом деле, галактика — это не такой простой объект, как Вселенная или как крупномасштабные образования в ней. Дело в том, что плотность в галактике, она где-то, ну, порядков на шесть выше, чем средняя плотность материи во Вселенной. И возникает вопрос, как эти шесть порядков преодолеть. То есть, надо там сбросить лишнюю энергию, чтобы вот вещество так сжать. Это все процессы сложные. Их, честно говоря, сейчас можно исследовать только численными методами. Но вот мы знаем... То есть, вопрос один говорит о том, как это вот от более или менее равномерно распределенного по пространству состояния вещество пришло вот к такому вот чудовищному, чудовищной дифференциации. Во сколько раз? Миллион раз, да? Миллион раз. Вот оно сжалось миллион раз, да? А если говорить вот о звездах или вот о обычном веществе, которое нас окружает на Земле, то это еще на 20 порядков надо взять вещество. То есть, если речь идет о звезде или о... Ого! 20 порядков — это 10-20 степень. Это миллион, миллионов, миллионов. Сотен. Да, и еще. Сотен, да? Сто миллионов, миллионов, миллионов. Такие цифры тоже представить себе. Ну, невозможно. Шестой, 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 да. Сто миллиардов, миллиардов, можно так еще сказать. Да. Так, вышло из положения. Так. Ну, вот с миллионом компьютеры еще более-менее справляются, но все равно... Моделирование, в смысле? Да, моделирование. Но все равно возникают проблемы, что результаты моделирования несколько отличаются от того, что видно в наблюдениях. Там есть проблемы в распределении этой материи по, вот, ну, грубо говоря, по расстоянию от центра галактики. Моделирование предсказывает одно распределение, в наблюдениях мы видим немножко другое. Какое же предсказывает моделирование, какое моделирование? Моделирование предсказывает, грубо говоря, расходящееся, как единица на R, распределение плотности. То есть она должна от центра убывать как пропорционально расстоянию, да? Да, пропорционально расстоянию. Обратно пропорционально, единица на R, да? Ага, то есть в два раза дальше от центра и в два раза меньше плотности, да? Да. А как на самом деле? А на самом деле для многих объектов оказывается, что плотность в центре примерно постоянная, не убывает. А до какого расстояния так это? Ну, это где-нибудь килопарсек или несколько килопарсек. Это несколько тысяч световых лет. То есть самое, так сказать, ядро галактики, да? Да, ядро галактики. Это как раз размеры ядра галактики. Да, их так и называют, галактики с ядрами. Ну, это очень напоминает распределение вещества внутри атома, да? Там тоже есть атомное ядро, а вокруг него, значит, облако электронов. И, в принципе говоря, оно, конечно, не так просто, как в ваших галактиках, но тоже вот убывает. Причем их бывает, по-моему, даже экспоненциально. Не единица на р, а е в степени минус р, да? Вот как-то так вот убывает. Вот в этом плане, ну, в общем, похоже, в общем, галактики чем-то похожи на атом, вообще-то говоря, получились. Ну, такой образ можно построить, хотя... Ну, похоже так, как образ, да. Ну, похоже, как образ, да, чтобы понять. Так, и что же еще? Так, и получилось так вот действительно, как структура, как, так сказать, матрешка, да? Вот, с одной стороны, вот, Луна движется вокруг Земли, Земля вокруг Солнца, Солнце вокруг центра галактики. А тут, значит, вот, сжалось вещество в миллион раз, получились галактики, а внутри галактик еще сжалось в 10, в какой, в 14 степени раз, в 100 миллиардов... Ой, я даже не собрал, сколько раз, там, 100 триллионов раз, да, сжалось еще сильнее. И превратилась планета, звезды и так далее. Так получилось? Так, а что, в этом здесь какой-то парадокс, вот в этом таком вот, так сказать, матрешечном, логическом вот таком вот... Нет, ну, конечно, само по себе это удивительно, что вот такая матрешка возникает. Но парадокс в другом, в том, что вот есть некие небольшие различия между теорией и результатами наблюдений, и это может свидетельствовать либо о том, что мы не очень хорошо знаем физику, то есть плохо умеем моделировать эти системы, либо что есть, наоборот, какие-то еще неизвестные нам физические явления, то есть это могут быть, например, какие-то необычные свойства темной материи, которые можно изучать вот как раз по распределению веществ в галактик. А небольшие различия, это какого уровня-то? Небольшие отличия от наблюдаемого между вашими расчетными моделями и реальными наблюдениями? Ну вот то, что в центрах галактик, вот, наблюдаются плоское распределение плотности. А, вот только с этим вот, да? Да. Ну, есть еще другие проблемы. Например, проблема числа спутников у галактик. Да. У галактик, которые мы знаем, ну, например, у нашей галактики, недавно вот еще считалось, что спутников меньше, чем предсказывают те же численные модели. Но в последние годы выяснилось, что это сложный вопрос, и посчитать число малых галактик, вот, спутников в численных моделях, это сейчас пока трудно. Ну, в общем, у разных групп ученых разные результаты получаются. Поэтому эта проблема сейчас несколько так затмилась. Затмилась. А это получается так, что вот у нас, когда вот это вещество концентрировалось, оно тогда было просто веществом. Это еще не звезды слепались в галактику, да? Нет. Просто само по себе вещество. Вот они концентрировались, должна была быть масса неоднородностей, вот как вот при отверждении стекла бывает, да? Бывают крупные неоднородности, бывают мелкие, да? И вот крупные неоднородности галактики мы наблюдаем, а мелких должно быть очень много, вот как в стекле, да, мелких неоднородностей. Можно от крупных избавиться там отжигом, а от мелких не избавишься. Вот. И вот в таком вот ключе все получалось у нас, да? Да. Так. А тут оказалось, что каких-то совсем маленьких галактик говорят нет. Типа меньше 100 миллионов масс Солнца, да, или нет? Да, но с маленькими галактиками вопрос такой, что маленькое тело не может удержать горячий газ, а звезды, ну и, скажем, вспышки сверхновых, они очень хорошо газ нагревают. А-а-а. Поэтому вот надо, чтобы понять, могут ли существовать галактики с какой-то там малой массой, нужно вот учитывать все эти процессы. То есть это совсем просто оказалось, всего лишь навсего в том, что когда завелись звезды, они нагревают газ, и если звезд слишком мало, то все они раздуют. А так, значит, гравитация будет преодолевать это дело, да? Ага. То есть ваша область научных знаний, это уже более такой, как сказать-то, более мелкий объект, да? Всего лишь навсего там несколько миллионов световых лет, да, вот в этом вот области, да? Так сказать, микромир в вашем, так сказать, мегамире, да, на самом деле у вас, да? Это как вот сравнить физику твердого тела, физику кристаллов, там, конденсированных сред, да, так называют, и физика атомного ядра. Так у вас вот, вы вот как физик-галактильщик, да, есть ядерщик, а вы физик, так сказать, галактильщик. И вот, а кстати, говорят, в наших, в ядрах наших галактик всех, да, существует почти всегда обязательно огромная черная дыра, да? И вот пока галактики были молоды, эти черные дыры, ну, так светили страшно, да? Да, но последние несколько миллиардов лет они уже угомонились, и вокруг этих черных дыр пустое место. Они все в себя уже засосали, что вокруг них. Так оно и есть? Ну, в общем, да. И тут, кстати, еще одна проблема, потому что мы не знаем, как эти черные дыры возникли. То есть мы знаем, что уже спустя вот миллиард лет после рождения Вселенной были черные дыры с массой в миллиард масс Солнца. И как они за это время успели набрать такую чудовищную массу, теоретические модели пока однозначного ответа не дают. Вот так вот, да? Да. А как-нибудь черная дыра в центре нашей галактики себя проявляет? Да. Там есть излучение горячего, ну, не очень горячего газа. Там есть излучение аннигиляции электронов и позитронов, в частности. Это вот когда испарение черной дыры, что ли, когда идет? Нет, нет. Это связано, по-видимому, с акрецией какой-то небольшой массы. А, вот так, да? Да. Но я как обеспокоенный гражданин об этом говорю, потому что если акреция будет идти по-настоящему, это будет мощный источник. Хорошо, если рентгеновского, а еще и гамма-излучения, да? Но, слава богу, нам это не угрожает в ближайшие несколько миллиардов лет, да? Ну, да. Ну, время наше, к сожалению, стекло, то есть миллиардов лет у нас нет. Вот, спасибо вам большое. Ну, и публике нашей, спасибо большое за внимание, что вы слушаете наши такие заумные рассуждения о галактиках, о чем-то таком оторванном и далеком от нас. Всех благ вам, удачи, до свидания.